Абу Ханифа, как мы сказали, родился в городе Куфи, вырос в этом городе. Он был очень сильной личностью. Тогда, в это время, в Куфи было очень много ученых, он вырос среди ученых. Также параллельно было много течений, разные другие религии были, то есть Куфа была многая такая, конфессиональный такой город был. С детства он уже обучался, как проводить диспуты, то есть уже обучался диспутам. Однако, также параллельно он был торговцем, он занимался торговлей. Его отец и его дедушка продавали шелк, продавали ткань. И тут ревая такой интересный. Его отец, когда был маленьким, пришел своим отцом, встретился с сахабой Али ибн Абиталибом. И говорите, что Али ибн Абиталиб сделал дуа за сабита, чтобы у него было дзюрья та салиха, чтобы у него было благое, благочестивое потомство, праведное потомство. Отсюда что мы берем себе? Отсюда мы понимаем, что Абу Ханифа родился мусульманином, родился в мусульманской семье и с детства уже воспитывался в исламе, рахмахум Аллах. Об этом говорят все ученые. Абу Ханифа, он воспитывался в богатой семье, то есть в достатке. Мы сказали, что его отец был торговцем, его дедушка был торговцем. И он часто ходил на рынок, чтобы покупать материалы, продавать, шел покупать. И один раз, когда он шел на рынок, встретился со своим уже будущим учителем, имамом Шааби. Здесь он, когда шел на рынок, имам Шааби сказал ему, куда ты идешь? Он говорит, я иду на базар, на рынок. Тогда имам Шааби сказал ему, а ходишь ли ты к ученым? То есть ходишь ли ты, посещаешь ты мусульман, исламские лекции? Тогда он сказал, нет, я мало их посещаю. Имам Шааби сказал ему, то есть будь бдителен, не упускай такую возможность. Я вижу в тебе некую пробужденность, то есть у тебя есть вот эта вот шутрость, хваткость. Поэтому обрати внимание на то, чтобы брать знания от ученых. И здесь имам Абу-Ханифа сказал, то есть отсюда я меньше стал ходить на базар и начал посещать лекции ученых. И Аллах дал мне пользу посредство этого имама Шааби. Однако при этом он не оставил торговлю. Он также занимался торговлей. У него был компаньон, он ему помогал в этом. Давайте здесь посмотрим, каким он был. Это тоже важное. Большинство здесь из вас тоже занимаются бизнесом, занимаются торговлей. Какие у него были справедливые качества как бизнесмена, как именно вот этого бизнесмена, как он справедливо себя вел в отношении торговли. Он был очень, как ученым, плюс он также был еще очень таким примером для подражания в торговле. Днем постился, ночью молился. Некоторые говорили, что он похож в своей торговле, как похож на Абу-Бакаров Саддиқ. То есть у него такие же качества были. Вот одна из историй с одной женщиной. Пришла к нему женщина, чтобы продать ему шелковое платье. Тогда Абу-Ханифе сказал, кем сяману? Почем ты мне его продашь? Она сказала, сто диргамов. Абу-Ханифе посмотрел и сказал, потрогал. Я смотрю, что это дороже, чем сто. Почем? И она начала добавлять. Сто, сто, сто. Дошли до четыреста. Абу-Ханифе сказал, это дороже, чем четыреста. Тогда она сказала, ты надо мной издеваешься. Тогда он сказал, приведи мужчину. Я с ним поговорю. Пришел мужчина, то есть принес это платье от этой женщины и он купил у него это платье за пятьсот диргамов. Такой был справедливый Абу-Ханифе. Также один из его компаньонов, который с ним вместе работал, звали его Хафз бин Абдуррахман. Он отправил его в один город, чтобы он продал там материал и указал ему, был некий изъян в этом материале. Он сказал, когда ты будешь продавать, скажи это, не скрывай. То есть скажи покупателю, что здесь-то есть такой-то изъян, чтобы он знал. На сегодняшний день бывает такое, что мусульманину продает машину, например. Он знает, что там что-то есть, не работает, он уже сколько в него вложился, чтобы лишь бы продать. Все нормально, не бито, не крашено. Тот ему верит, не проверяет. Брат уже вроде бы. И вот так вот попадает. Потом друг друга проклинают, клянутся Аллахами, приходят в мечеть, нам нужен шариатский суд. Поэтому здесь что нужно? Посмотрите, какой был Абу-Ханифе. Скажи ему, что там есть изъян. Его партнер Хафз бин Амду-Рахман забыл об этом. Пришел, принес деньги. Он сказал, что есть изъян. Я забыл. Посмотрите, Абу-Ханифе, что сделал. Абу-Ханифе взял эту всю прибыль от продажи и полностью раздал садака. Не взял себе харам, ни одной копейки. Также он собирал годовые прибыли. Покупал на эти деньги еду, одежду для ученых, для шейхов, которые обучали его, другие шейхи, которые проводили лекции в мечетях. И то, что оставалось, то есть после того, как он покупал им одежду, еду, на остатки он давал им эти монеты и говорил. Посмотрите, красота тоже его слова. Он говорит, вот возьмите деньги, тратьте на себя и никого не благодарите, кроме Аллаха. Бывает человек, когда что-то сделал хорошее, годами напоминает ему. Я помню, что тогда-то тебе помог. Помнишь, я это сделал? Он говорит, возьмите, тратьте на себя, не благодарите никого, кроме Аллаха. Поистине, я не дал вам из своего богатства ничего, однако я дал вам из того, что мне дал Всевышний Аллах. Субханаха Тааля.